Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей. Добро пожаловать в новый выпуск. И сегодня вас ждет. Virgin Galactic проведет космический полет 22 октября. Следующим пассажиром может стать Ричард Брэнсон. Илон Маск потерял за день почти 12 миллиардов долларов после обвала акций Tesla на 20%. Jax Jokes выпустила цифровую интерактивную фитнес-студию. SpaceX побила мировой рекорд, запустив 180 спутников за месяц. И напоследок, мало кто знает, но у марсохода Perseverance есть брат-близнец, и его зовут Оптимизм. Обо всем этом сегодня в выпуске. Обязательно досмотрите его до конца. В конце я сделаю пару интересных объявлений касаемо нашего канала. Усаживайтесь поудобнее, подпишитесь на канал. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Компания Virgin Galactic подала документы в Федеральную комиссию по связи США для проведения космического полета с экипажем 22 октября. Эта комиссия будет первой из двух, которыми компания планирует завершить испытание космического корабля SpaceShipTwo, на борту которого будут два пилота-испытателя. Если оба испытательных полета пройдут успешно, Virgin Galactic рассчитывает, что основатель компании Ричард Брэнсон полетит в первом квартале 2021 года, что будет означать начало космического туризма. В пятницу 4 сентября акции Virgin Galactic упали на 3,7%, до 15 долларов 92 центов за штуку. Представитель компании подтвердил подачу документов в Федеральную комиссию по связи, но отметил, что 22 октября откроется полетное окно, поэтому запуск может произойти в следующие дни. Этот космический полет Virgin Galactic станет первым, который осуществят с операционной базы компании в космопорте Америка, в Нью-Мексико. Кроме того, это будет первый полет компании с февраля 2019 года, когда запустили главного тренера космонавтов Бетта Мозиса в качестве первого пассажира своего космического корабля. Состояние основателя Tesla Илона Маска сократилось почти на 12 миллиардов долларов из-за резкого падения стоимости акций компании. Стоимость бумаг производителя электромобилей обвалилась после того, как их не включили в индекс S&P 500, объединяющий бумаги крупнейших компаний на рынках США из различных секторов. В результате Маск переместился с пятого на седьмое место в десятке богатейших людей мира. Оказалось бы, чуть более недели назад он находился на третьем месте. Сейчас его состояние оценивается чуть более 78 миллиардов долларов. Состояние миллиардера сократилось из-за резкого падения стоимости акций Tesla. Максимальное падение за день составило 20%, что стало крупнейшим одновременным снижением с февраля, отмечает Bloomberg. Акции производителя электромобилей подешевели после того, как комитет S&P Dow Jones Indices отказался включать их в индекс S&P 500, объединяющий бумаги крупнейших компаний на рынках США из различных секторов. Решение было принято, несмотря на то, что Tesla выполнила последний критерий для попадания в индекс, показав прибыль на протяжении четырех кварталов подряд. Ко всему прочему, компания General Motors во вторник сделала заявление о покупке двух миллиардов в уставном капитале конкурента Tesla стартапа по производству электрических грузовиков Nikola. В итоге в ходе премаркета 8 сентября акции стартапа подорожали на 34%, а акции General Motors на 8%. По словам аналитика из Bayard Benacallo, перед тем, как было объявлено решение по S&P 500, стоимость акций Tesla в значительной степени отражала предполагаемое включение в индекс. Решение, принятое комитетом, эксперт назвал относительно неожиданным событием. Кала также предположил, что в итоге акции Tesla все-таки включат в индекс. Напомним, что 31 августа компания произвела сплит, чтобы увеличить число акций в обращении и снизить стоимость. Коэффициент составил 1 к 5. На одну акцию каждый держатель бумаг получил еще 4. В результате акции стали доступнее для инвесторов. Если до сплита стоимость одной бумаги превышала 2200 долларов, то после стать акционером Tesla можно было примерно за 450 долларов. К вечеру того же дня цена бумаг достигла 490 долларов за штуку. Однако 3 сентября индекс Nasdaq обвалился на 5% после падения акций крупнейших IT-гигантов. Акции Apple дешевели на 6,2%, бумаги Facebook на 4%, Amazon на 5,2%, Tesla на 8,3%. По итогам прошлой недели акции автопроизводителя упали на 5,5%. Известность компании Jax Jax принесла в 2019 году Smart Gear Kitable Connect с регулируемым весом, которая способна отслеживать активность пользователя. Следующим стал массажный ролик Foam Roller Connect с 5 уровнями интенсивности вибрации. Очередная новинка компании – интерактивная домашняя фитнес-студия. Она состоит из 43-дюймового телевизора с сенсорным экраном, ролика Foam Roller Connect 2.0, а также двух новых продуктов – Dumbbell Connect и Push-Up Connect. Цена набора – 2200 долларов. Dumbbell Connect – это цифровой набор гантелей с регулируемым весом от 3,5 до 22,5 кг. Как и в случае с умной гирей, пользователь через ЖК-дисплей или через приложение сообщает необходимый ему вес, и система набирает его на физической рукояти. По словам разработчиков, это стало возможным благодаря телескопическому валу, который захватывает выбранные диски движением двигателя. Кроме того, гантель оснащена управляемым искусственным интеллектом, гироскопом и акселерометром для отслеживания количества повторений и сетов. Следующее устройство – Push-Up Connect. Оно представляет собой изогнутую пластину для отжиманий со светодиодным дисплеем в середине и четырьмя отверстиями с каждой стороны. Также в ней предусмотрены две подвижные ручки, которые вставляются в отверстия с обеих сторон. Атлет сможет переключаться между узкими и широкими захватами, чтобы лучше распределять нагрузку на различные группы мышц. Push-Up Connect также синхронизируется с приложением. 3 сентября SpaceX Илона Маска вывела на орбиту 60 новых спутников Starlink. За последний месяц SpaceX запустила 180 аппаратов, больше, чем любая другая компания за всю историю. Это 12-й вывод на орбиту группы спутников Starlink, начиная с мая 2019 года. Ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверилл. Спустя 8 минут первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу Of course I still love you. SpaceX подтвердили, что все 60 спутников успешно вышли на орбиту. Таким образом, компания побила мировой рекорд по скорости запуска космических аппаратов. Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 18 августа. На данный момент на орбите Земли находится 650 космических аппаратов SpaceX. Чтобы обеспечить доступ к сверхскоростному интернету, компания планирует вывести на орбиту еще 42 тысячи спутников Starlink. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 миллиардов долларов. Аналогичные программы разрабатывают и другие компании. Например, британская OneWeb, которая успела вывести на орбиту 74 спутника, или американская Amazon, которая получила разрешение на запуск 3200 спутников в Купер от Федеральной комиссии по связи. Мало кто знает, но у ровера NASA Perseverance есть брат-близнец. Его зовут Оптимизм. И он находится здесь, на Земле. А 1 сентября он совершил свой первый тест-драйв. Ровер успешно прошел испытания и теперь готовится к приключениям на Mars Yard в специальном полигоне NASA, который имитирует условия Марса. Полное название ровера имеет следующее значение. Действующий близнец Perseverance предназначен для интеграции механизмов и инструментов, которые когда-нибудь отправятся на Марс. Марсоход почти полностью идентичен Perseverance, вплоть до габаритов, шасси и компьютерной начинки. В ангаре на Mars Yard он будет соседствовать с ровером Мэгги, полное название которого переводится как «гигантская марсианская автоматизированная хреновина для проверки инженерных концепций». Инженерам NASA невозможно отказать в чувстве юмора. Мэгги – это сестра-близнец марсохода Kyocity, которая в свое время играла ту же самую роль, что и оптимизм сейчас. Дело в том, что оптимизм создан не просто так. Он выполняет очень важную работу. Его задача быть испытательной машиной, на которой инженеры NASA могут проверять различные команды и маневры, прежде чем будут передавать их Perseverance на Марс. Сейчас марсоход находится на пути к Красной планете и должен приземлиться на нее 18 февраля следующего года. Миссия Perseverance – поиск следов древней марсианской жизни. Помимо этого, он несет на борту первый в истории экспериментальный марсианский вертолет. Вот такие новости на сегодня, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Но это еще не все. Я бы хотел сделать пару объявлений касаемо нашего канала. В ближайшее время я планирую запустить на канале новую рубрику, в которой будут входить такие выпуски, как обзор интересных стартапов, рассказ об интересных людях, небольших, но перспективных компаниях. В общем, в эту рубрику будет входить материал, который не подходит для формата полных новостей, но которым интересно было бы мне поделиться с вами. Поэтому обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить первый выпуск рубрики. Также, друзья, как вы помните, месяц назад мы проводили прямой эфир. И тогда мы достаточно круто с вами поговорили и обсудили многие темы. И исходя из вашей обратной связи, я принял решение, что это направление действительно вам интересно и его нужно развивать. Поэтому также в ближайшее время во вкладке сообщества появится голосование, где мы с вами решим, когда провести следующий эфир. На этом у меня все, дорогие друзья. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте этому выпуску лайк и не забудьте поставить колокольчик. Также обязательно подписывайтесь на все наши полезные каналы на Телеграм, Инстаграм, а также ТикТок. Все ссылки будут в описании. Ну а я, ребята, желаю вам успехов, отличного настроения и продуктивной рабочей недели. Берегите себя и своих близких, не переключайтесь. До новых встреч!